Приветствую вас на канале Цветовмания. Сегодня у нас пятница, новое поступление, первое в этом году, долгожданное. Некоторые растения, например, в Сен-Севьере ехали, точнее ждали отправки еще с того года. Я думаю, 22 декабря они к нам выйдут и приедут 29. Но отгрузки не случилось, и поэтому вышло так, что растения отгрузили только 5 числа. И они приехали вот-вот только тут. Здесь, получается, несколько поставок вместе приехало. В целом, вроде бы, как бы не так много растений, но если считать по сумме, по стоимости растений самих и по количеству, то это довольно-таки прилично выходит. Плюс, если ставить шкалу редкостей, на мой взгляд, то вот прям вообще так, по мне, так зашкаливает. Для меня это прям много очень, прям, ну, такого интересного. И взгляду есть за что зацепиться. Давайте начнем с этого края, чтобы ничего не забыть. Снова к нам приехала Хоя Компакта Варегата. Она была последней, и, как мне сказали, что в ближайшее время вроде как ее не будет. Ну, и плюс цена была та же дешевая, которая до этого, если сейчас она и будет появиться, то она вернется, скорее всего, к той цене, которая была до этого, там, полторы тысячи, что ли, было. То есть, 1250 поинтереснее, чем у нас полторы. Ну, как бы, в плане цены и интересов. Здесь у нас Эпипремнум Годзилла, так вроде его зовут. Поищу в интернете, вот, как бы, правильное его название. Мне кажется, я чуть-чуть не так называю. Но те, кто знают этот Эпипремнум, я думаю, сразу поймут и опознают его. Вот. Здесь у нас, вообще-то, пришел, как бы, по сорту Старлайт. По факту, я так думала, что вот только один он, пришел, один куст из всего. Здесь у нас два белых Кримсона. Это у нас три Рози и раз, два, три. Да, три Рози, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Всего шесть штук. Один Старлайт, три Рози и два белых Кримсона. Здесь белый Кримсон у нас еще был в наличии. Вот так, далее у нас Маранта. В прошлый раз, когда приезжала Маранта в Лемон Лайм, по-моему, да, я говорила о том, что у меня есть и Бьюти Ким, и Лемон Лайм, и Фэнтези. Не хватает только Сильвера. И тогда, в последней поставке, перед Новым годом, я сказала, что я Сильверта выкупила. И он тоже должен был приехать до Нового года. И вот только сейчас он до нас доехал. Шикарнейший. Это вообще все хорошие. Кустики уже некоторые вот с коленами. То есть, можно уже укоренять. Так, если смотреть дальше, у меня сегодня ограниченное время, 15 минут на телефоне, только в свободной памяти. Это у нас Алакази Фрайдек или Мишольца обычная, да, зелененькая, недорогая. Обычно она в цене была где-то ближе к двум. Ну, 1800 вот так вот. А тут она пришла дешевле. Ну, размера меньше. Но для тех, кто любит выращивать небольшого размера, я думаю, самое то интересно. Снова к нам таким ковром приехала Драцена Милки Вэй. Давайте какой-нибудь крайний вот кустик достанем. Кустовая Драцена. Любимая мной. Дома у меня растет. Нижняя, конечно, вот оголяются стволики, но вверху нарастают новые. Очень она мне нравится. Довольно неприхотливо, как оказалось. Мне казалось, она будет сильнее капризулить. Так, а это впервые в магазине, да и вообще в Голландии, я увидела Алаказию Чантери. Ну, правильное название я напишу, как его вообще везде называют. И пишут при монтаже. А вообще она, на мой взгляд, должна быть крупным мером. Я взрослого растения ни разу не видела. Но видела в предложении на Авито. Продавали клубенечки. Не ошибаюсь, если тысячи по две за клубень. Пересмотрю, конечно, при монтаже исправлю, если неправда говорю сейчас. Но в целом-то как бы... Ну, вообще я довольна, что я ее нашла. И голландскую вот такую красотку привезла. Их прям тут много. Наверное, около десяти, может быть, штук. Вот. Все добавлю на сайт, как обычно, подпишу и по количеству и цены. Относительно недорого. То есть, если я так полагаю, вот эти две тысячи за клубень, то тут вот за растения у некоторых, вот там даже видно, у основания резомки нарастают, то уже, считай, полноценное взрослое растение внутри с резомами. Вообще огонь. Здесь у нас цириус спиральный. Долго я на него смотрела. Все у меня спрашивал кто-то. Ну, это было в летний период времени. Вот. И он все время стоил где-то около полутора, а то и больше. Ну, в последний раз, когда я его видела, он был где-то 1800. А тут я его прям по акции урвала. Урвала так урвала, наверное, по-другому не скажешь. Потому что, ну, дешево. Для такого размера и в это время года, наверное, это прям огонь. Потому что суккуленты почему-то зимой стоят дороже некоторой позиции. Здесь у нас хоя, мануа, лоа. Посмотрите, какая длинная плеть. Если умелые ручки и кто занимается перепродажей, тут можно много начеренковать, наукоренять. Я думаю, цену, которую она стоит, тут 5500, по-моему, с чем-то. 5500. Я думаю, она окупит вообще слегка. Потому что они, ну, вот сколько их тут много. А вот здесь у нас фиодендрон. Боюсь неправильно произнести. Меланхризориум, да? Нет? Напишу при монтаже правильно. В девятом горшке Голландия уже выпускает таких подростков. И в довольно неплохом качестве, на мой взгляд. Не сильно сырые. Прям вот все как надо. И вообще относительно недорого. То есть, если раньше они стоили где-то около 4000, да? За взрослое растение. То сейчас вот такие подростки. Плюс-минус 1200, 1400, по-моему, вот так вот. До полутора точно. Ну, то есть, вообще интересная цена. Думала, немножко дешевле выйдет. Но, увы, ах. Есть до просходы в виде вот этих всех комиссий и так далее. В общем, чуть дороже выходит у нас сейчас все эти вот дополнительные сборы. Чем было перед Новым Годом. Так, дальше. Ой, ну вот эту красотку мы ждали очень долго. Повторюсь, перед Новым Годом мы ее хотели получить. Но не вышло. Так как не было отгрузки на 22-е. Потом на 29-е не было. И вот только-только она на нас доехала. Вот что-то она мне напоминает. Вот, я посмотрю, поищу и при монтаже напишу более точное название. Ну, вот, как она там правильно называется? Ассахи? Нет, не так. Но она очень яркая, очень желтая. Вообще, голландское название Йеллоустон. Вот. Но она нереальная какая-то. Просто вообще. Похоже чем-то на Лаурен. Но нет. Очень красиво. И тут прям пышно. И примерно, если считать, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А может и больше. Ну, вот, по крайней мере, в этом горшке так. Некоторые просто подсажены боком. Они выпадывали. И нам приходилось вот подсаживать боковые детки. И вот, ну вот, прикапывать прямо. Потому что они выпадывали. И, видимо, какая-то основная была розетка, да, которая давала детей. И еще для кустов, для кустистости. Они, видимо, подсаживали еще растения, чтобы было красиво. Ну, внешний вид. Здесь у нас хамаламена камуфляж. Пышные кустики. Помнится, кому-то не хватило. Осенью она была. Поэтому в этот раз можно будет ее приобрести. Также спрашивали у меня про Алаказио Крупномер Шалрегал. Вот, пожалуйста. Впервые в 12-м горшке она к нам пришла. До этого она была в 17-х горшках. Все время в предложении. А тут прям, считаю, что прям повезло. На закупке дешево выкупила. Алаказио снова Озлани. Красотка невероятная. Тоже про нее спрашивали. Я думаю, что у кого-то отправки будут. У нас на следующей неделе потепление. До нуля даже говорят. Минус пять, ноль. Это вообще шикарно для отправок. Так что, если у кого есть желание, нужно будет отправиться в транспортную компанию. Уже с меньшими рисками. Ну, будем надеяться, что будет все хорошо. Здесь у нас для меня редчайший. Я его увидела вживую впервые. Это антуриум вейча. Правильно, надеюсь, назвала. Взрослый экземпляр его. Просто какой-то шикарный, нереальный. Его лист просто поражает размерами. Именно во взрослом экземпляре. Пришел прям сухой. Польем, думаю, его тут в ближайшее время. В общем, для любителей декоративно-лиственных растений. Вот прям это вот тоже редкость. Я бы для себя назвала его раритетом. Ну, потому что я о нем давно мечтала. И хотела не домашнюю детку, да, откуда-то там спня взять. А именно вот, чтобы такое молодое развивающееся растение было. Здесь как здорово переливаются листочки у него. Здесь у нас парфюмерка. Орхидейка-парфюмерка. Даже не знаю, какую взять. Чтобы особо не травмировать тут. Вот давайте здесь. Корни. Тут была сверху такая картонка цветная, типа этикетки. На фотографии в предложении она была как... Как называется? Триллипс? Нет. По факту пришла вот простой... Ну, не простой, а парфюмерка все-таки. Парфюмерка она такая прям, видите, краб-лист. Но в целом, я считаю, все очень даже неплохо. Вот. Не знаю насчет цены, как сейчас поступить. Потому что выкупалась-то как Триллипс. Вот. И сейчас, не знаю, буду думать про перспективу дальнейшего ее продажи. Так, у меня время заканчивается. Что ж такое? А это у нас, типа, гетеровидного филодендрона. Но он коричневый браун. Что вот прям он крупномерый. Я помню, огромные его листья. Найду обязательно фотографию. Либо название из интернета найду. Его взрослый экземпляр. Но я помню, тогда он прям вообще таким спросом пользовался. Что тогда, ну, тут, по-моему, делили мы даже его. Он был дорогущий и огромный куст. И мы его поделили тогда и продавали вроде. Уже после переезда было. То есть это как бы, ну, относительно недавно. Вот. А новые листья, они прям вот такие шоколадные, глянцевые растут. И здесь две точки роста. Вот видите, да? Шикарно. Шикарный привоз. Знаете, нет такого вот, ни одного, чтобы я купила до кучи. Вот как я бывает, докладываю в коробку, докупаю, чтобы было вот прям вот, ну, транспортный раскидатель или еще что-то. Все прям вот, куда ни глянь, мне прям все к душе. Вот хочется и того, и этого, и этого, и всего. Вот у меня прям вообще в этот раз такой, еще особенно после такого длительного перерыва, мой хомяк меня просто истощает. По крайней мере, внутренние мои все вот эти вот хотелки, которые у меня были. Я смотрю на каждое из растений. И сан, согласно, не оторвать. И вот Алаказия, которую я безумно рада, когда я его выкупила, я даже не поверила, что я действительно ее выкупила. Я еще думала до последнего, что придет, может, какой-нибудь пинг-дракон или еще что-то. Ну вот, кстати, пинг-дракон придет на следующей неделе, и я его выкупала. Относительно недорого. Вот, поэтому, куда ни глянь, везде прям руки чешутся. Что-то тут кому не ездить, да, в общем-то. Но нет, 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 будем себя сдерживать. Надо сейчас немножко восстановиться после праздников. Очень такой длительный перерыв у нас был. Надеюсь, что у нас сейчас больше таких перерывов с поставками не будет. И будем мы на постоянной основе радовать какими-то новыми редкими растениями. Вот. А вообще у нас скоро садовые поставки начнутся. Кто еще не в курсе, может зайти в группу ВКонтакте у нас посмотреть. У нас много альбомов. Там и хосты, и гехеры, и пионы, и лилии. И чего только там нету. Можете оставить предзаказ. И у вас уже будет стоять за вами бронь. Вот. Как только поступит, мы всем отписываемся. Ну вот, у меня какие-то еще секунды остались. Как обычно, палец вверх. Да, ставим на уведомления. Подписываемся. Спасибо большое, что смотрите. Даже с такими перерывами большими нашими. Что остаетесь с нами. Всем спасибо большое. И пока-пока. Продолжение следует.